Но вот пользуясь этим случаем, давайте мы обратимся к нашей телеаудитории, которая сейчас нас смотрит. Пожалуйста, найдите свободное время, посмотрите учебники истории ваших детей, посмотрите, пролистайте. Если вам не нравится, что там написано, давайте мы будем делать, говорить об этом, давайте мы будем... Начнем с самого элементарного, да не надо там что-то сверх ординат, давайте писать, завалим Министерство образования этими петициями. Я вам хочу привести пример, что есть вот такой всем известный историк Сергей Назария, который до 2009 года был автором ряда учебников по интегрированной истории. А знаете ли вы, знают ли уважаемые родители, что его учебники с 2009 года запрещены, запрещены, потому что он не считает необходимым писать вот эту всю прорумынскую пропаганду, потому что он пишет по-другому. Более того, я вам хочу сказать, чтобы дать пример того, что есть люди, которые, несмотря ни на что они протестуют, есть и учителя. Вот на нашей международной конференции в Кишиневе, которая проходила на прошлой неделе, была, скажем, педагог. Педагог из Бельц Инна Гарталума, она является сопредседателем общественной организации «Холокост». Так вот, она абсолютно честная и открытая в аудитории, она заявила, кстати, она увидела, что была табличка «Майя Санду», потому что мы госпожу Санду тоже пригласили, потому что мы обсуждали эти вопросы. Мы надеялись, что госпожа Санду, даже если не придет, у нее есть аж четыре заместителя, она могла бы кого-то прислать, чтобы мы конструктивно обсудили эти вопросы. А вдруг госпожа Санду не знает, что здесь написано? Может быть, ей это неведомо, может быть, но не она, ни Стрелец, ни Дяков, ни Хадырка, которых мы тоже пригласили, не пришли сами, других не делегировали. Мы, получается, опять обсуждали это в своем кругу. Так вот, эта преподаватель из Бельц, она говорит, вы представляете, что она на уроках, она преподает в русскоязычной среде, она все-таки пользуется учебниками Сергея Назарии, просто других до сих пор кроме этого не было, еще раз повторюсь. Так вот, надо же, чтобы на один урок без предварительного оповещения пришли представители Министерства образования. Когда они увидели на столе у этой преподавательницы учебник Назарии, они ее вызвали, сказали, будет тебе взыскание, ты не имеешь права пользоваться данным учебником, потому что он не входит в число рекомендованных Министерством образования. А на что эта женщина-преподаватель, она, значит, очень-очень дипломатично и очень правильно ответила. Дело в том, что я не побоюсь сейчас сказать, кто была эта женщина из Министерства образования. Эту женщину зовут Карина Лунгу, которая является работником Министерства образования с доисторических времен. Признаем честно, работала она там и во время партии коммунистов. А в этом еще и странного нет. Это один из хамелеонов, которые госят процентов чиновников. Да, есть нам на чем поработать, когда мы вернемся во власть. Так вот, и это преподаватели говорят, госпожа Лунгу, подождите, вот этот учебник Сергея Назарии, он был издан в 2006 году. И здесь написано, что вы координатор, и вы разрешили этот учебник пустить в типографию. Карина Лунгу 2006 года и Карина Лунгу 2013 года. Чем они отличаются? Почему тогда вы сказали да, а сейчас вы говорите нет. Женщина, ну вот извините, извините, но нам таких работников ни в Министерстве образования, ни в каком-либо другом министерстве не нужны. Да, вы их не вычислите, ладно, но это другая тема. Вы знаете, действительно, вы правильно очень отметили, что говорить, если фальсифицируется история средних веков, нового времени, если, как вы правильно заметили, в этих учебниках написано просто, ну, это просто непонятно что, про 7 апреля. Мы с вами все были свидетелями, это не так давно произошло. Да и эти ребята, которые сейчас в 12 классе помнят, это было 4 года назад, они уже были тогда взрослые ребята, им было по 14 лет. Они что, не помнят, что колонны полицейских как шли на них и убивали их, или как там написано в учебнике? Значит, вот цитата, чтобы вот те, кто еще из телезрителей не слышали, чтобы они поняли, что они как бы много пропустили 7 апреля 2009 года. Цитата. Молодые люди были окружены вооруженными сотрудниками полиции и службы безопасности правительства. Полиция открыла огонь, поражая молодых людей по ногам и другим частям тела, дубинками и автоматами. Молодые люди истекали кровью. Конец цитаты. Это приведено из вот этого данного учебника. Это историки или они стихотворцы? Чебурашкины. Значит, мы обойдемся пока без эпитетов, но то, что это подпадает под... Попадает уже под какое-то ответственность? Подпадает в нашем понимании. В понимании властей, конечно, никуда это не подпадает. Я еще раз повторюсь, чтобы очень многие вот сейчас, может быть, сидя перед телевизорами, возмущаясь этим всем делом, а может быть, они сейчас идут к своим детям и говорят, дай-ка посмотреть твой учебник. А что делаете вы, да? Что делаете вы, коммунисты? Я еще раз повторюсь, просто этого нет в телевизионных каналах. Публика ТВ, Желатова и прочее этого не показывают. Сколько раз мы требовали включить в повестку дня наши проекты по недопустимости реабилитации нацизма, где, кстати, говорится отдельной строкой про учебники. О недопустимости выпуска таких учебников на государственные деньги. Что делать? Вот, допустим, я родитель, и я не хочу, чтобы мой ребенок учился по этому учебнику. Я не могу ничего сделать. Что я могу предпринять? Я пойду и буду с лозунгом протестовать перед Министерством образования? Первое и самое элементарное, что можно и в обязательном порядке нужно делать, и, кстати, в качестве протеста это используется и в европейских, столь любимых нами странах, это написать петицию на имя госпожи Майи Санду с требованием изъять из оборота данные учебники. Во-первых, исключить рублей. Майя Санду прочитала, посмеялась. Да, но дело в том, что не просто обезличена Майя Санду и только ей. Копию этого же отправить на ряд других адресов, на адреса масс-медиа, опубликовать в интернете, и в том числе очень большая просьба сделать копию этого же обращения на имя фракции ПКРМ в парламенте.